Выездная налоговая проверка Выездная налоговая проверка Как нужно написать такое заявление или ходатайство Что там указать Как добиться того, чтобы вам разрешили Разрешили Смотрите, у меня прямо оговорка Разрешили ознакомиться с материалами Выездной налоговой проверки Хотя в порядке статьи 100 101 налогового кодекса Налоговый орган обязан Ознакомить нас со всеми материалами Выездной налоговой проверки Ни на какие тайны не ссылаться То есть по тайным документам Привлечь налогоплательщика К налоговой ответственности нельзя Так вот, я говорил о том Какие есть трудности О том, что вы можете прийти в налоговый орган Налоговый орган скажет Ну пожалуйста, знакомьтесь И выкатит вам те же самые документы Которые есть в приложении Затем будет конючить, тянуть Не давать вам знакомиться с материалами Дела Или и всячески препятствовать этому Ну в общем, вот такая вот прописная истина Ну вот, я буквально недавно записал видео Зачем нужно готовиться Зачем нужно писать заявление Об ознакомлении с материалами налоговой проверки Говорил про последствия Говорил, как это написать, как сходить А тут вот сегодня Сходили мы с моим клиентом В налоговый орган И мы, в общем-то И все, все, что я говорил В предыдущем своем выступлении Вот все до единого, так сказать, совпало Один в один Первое, да, когда мы пришли То есть мы пришли знакомиться с материалами Выездной налоговой проверки Нас встретил инспектор И что сразу стало происходить Ну это просто было смешно Налоговый инспектор стал почему-то нам Очень много говорить и объяснять По поводу того, как вот вы написали Какое вы написали заявление Почему вы написали такое заявление И что вот не все материалы С которыми вы хотели бы ознакомиться Вот у меня есть Потому что у меня нет доступа К электронным материалам Заходим мы в кабинет Вот этого налогового инспектора Кабинет называется отдел Выездной налоговой проверки Присаживаемся за рабочий На стульчик, который он предлагает Правда, ну, предложил раздеться Все как положено Сели мы на стульчик Ну и он, значит, открывает компьютер И начинает что-то нам говорить То есть я понимаю, что он просто Ну, заговаривает зубы То есть он просто о чем-то говорит Продолжает бувнить Говорит о том, что какие-то документы Которые мы запросили По акту выездной налоговой проверки Которые упомянуты в акте Выездной налоговой проверки Мы почему-то получить их не можем И, к примеру, он объясняет Что, допустим, вот вы попросили Декларации по НДС А вот в 2018 году Это я как бы моделирую ситуацию А в 2018 году Вы уже с этим контрагентом не работали И зачем вам декларации За четвертый квартал 2018 года Я отвечаю Вы в акте выездной налоговой проверки Ссылаетесь на тот факт Что не в первом квартале Втором, третьем, четвертом Наш контрагент налоги не платил Вы же ссылаетесь на этот факт Что в 2018 году он налоги не платил Так почему тогда Вы сейчас не хотите Говорите, что этот документ Вы нам не представите Ну, он как-то так смутился Ну, вроде бы, как будто я логично сказал Потом мне сказал, что он мне Мы просили, чтобы нам дали Регистрационное дело На что он нам ответил Что регистрационное дело Он не даст Но вот сейчас на мониторе Он может показать то, что нас интересует Я сказал, мне не надо на мониторе Мне надо на бумажном носителе Зачем? У вас есть материалы Выездной налоговой проверки Значит, покажите мне Все эти материалы Выездной налоговой проверки И я буду с ними знакомиться И снимать копии На что пошел, вот знаете Просто какой-то Бессмысленный разговор Дальше подошел Сзади какой-то мужчина И стал говорить А что они у тебя просят? Ну, не ко мне обращаясь А обращаясь к налоговому инспектору С которым мы разговариваем На что тот стал, так сказать Ну, объяснять Чего мы от него хотим И этот мужчина Как потом я выяснил Ну, вообще-то я не выяснил То ли это был начальник отдела Выездных налоговых проверок То ли его заместитель Стал говорить, что А вообще-то им это не давай И им это не положено знать На что я возразил И сказал, что А как это мне не положено это знать Если вы на основании этих документов Привлекаете или хотите привлечь Нашу компанию К налоговой ответственности Да начислить им налоги Почему мы не можем знать Содержание тех документов Которые На основании которых Вы нас привлекаете Ну, на что подключился Потом еще второй человек И сказал, что Вообще, если вы сейчас будете С нами таким тоном разговаривать Мы сейчас вас удалим На что я возразил И сказал, что Мы сейчас с вами Не в отношении власти подчинения Хотя вы, так сказать Сегодня Сейчас административный орган Тем не менее Мы пришли Знакомиться с материалами Выездной налоговой проверки И мы сейчас Равные стороны И вы, пожалуйста На меня давление не оказывайте Нам нужно ознакомиться С материалами Выездной налоговой проверки И мы с ними ознакомимся Ну, на что Вот из смысла всего разговора Было сказано Что вы сейчас Ни с чем не ознакомитесь И сейчас Ни с чем уйдете Если будете продолжать Разговаривать Вот в таком тоне С нами Потом подключился Еще один Четвертый человек И так Вот я сижу Со своим клиентом С представителем клиента Напротив меня Сидит налоговый инспектор И сзади И сбоку С левого бока И с правого бока Со мной Вот с разных сторон Разговаривают Перебивают Друг друга Люди Да При этом Мне говорят Мне они говорят Что я устраиваю базар Да Хотя Я им отвечаю Так я не устраиваю базар Я разговариваю конкретно С одним человеком Вот с налоговым инспектором А тут уже подключились К разговору Целых четыре человека И даже сзади Кто-то что-то говорит Так кто базар устраивает Я устраиваю базар Или вы И вы не хотите Может быть Меня ознакомить С материалами Выездной налоговой проверки На что они мне Стали отвечать Ну то есть На что Как я потом понял Это возможно Это был начальник Отдела выездных Налоговых проверок Стал говорить Своему Работнику Ну инспектору Налоговому О том что Отправляя их отсюда Мы их не будем Ни с чем знакомить Я сказал Ребята я же Напишу жалобу На что мне ответили Что вообще Пишите что хотите Но сейчас И в общем то Сказали Какому то человеку Какому то мужчине Который за мной За моей спиной стоял Сказал что Выведи их из кабинета То есть Нас Надо вывести из кабинета Ну вот таким вот образом Мы сходили И ознакомились В кавычках С материалами Выездной Налоговой проверки Ну в общем то да Как я и предполагал Ну во первых Налоговики не хотят Знакомить с материалами Выездной Налоговой проверки Возможно Почему они Не хотят Возможно Потому что То на что Они сделали Ссылки В акте Выездной Налоговой проверки Наверное Не подтверждается материалами дела это первое второе возможно дело еще не сформировано и у них материалов как таковых нет и поэтому они как бы спровоцировали этот конфликт я так полагаю не наверное начальнику своему начальнику налоговой инспекции напишут на нас какую-то бумагу что мы там подняли скандал и не ознакомились поэтому они типа не разрешили нам знакомиться с материалами дела выездной налоговой проверки вот ну мне сейчас остается что сделать мне сейчас остается только зафиксировать отказ в предоставлении вот времени и вообще материалов на ознакомление с материалами проверки и в общем то вот этот отказ затем использовать когда я буду защищать своего клиента для чего нужно фиксировать а для того чтобы затем в будущем когда возникнет конфликтная ситуация в налоговом органе когда возможно мы принесем какие-то еще документы мы имели эту возможность и могли что-то возразить и сказать то есть фиксировать это надо каким образом я буду фиксировать во первых я сейчас сказал вот представителю своего клиента это главный бухгалтер сказал напишите докладную на имя директора о том что с нами вот так и так поступили сейчас я приеду в офис и напишу жалобу мы подадим ее посредством электронной связи в налоговый орган но я пишу эту всю ситуацию то есть надо зафиксировать отказ в ознакомлении с материалами выездной налоговой проверки ну вот так вот у нас получилось а сейчас я просто жду своего клиента около налоговой инспекции но он там заберет бумаги и мы поедем писать жалобу на действие бездействие на отказ в ознакомлении на фактический отказ и понятно в этом в этой жалобе мы напишем мы напишем что теперь мы про мы напишем что теперь мы просим ознакомить нас не только с тем что мы обозначили в своем первом заявлении об ознакомлении с материалами дела выездной налоговой проверки но вообще в принципе со всеми материалами выездной налоговой проверки ну за исключением конечно персональных данных с которыми нас ознакомить не могут но под видом того что мы типа тут хотим ознакомиться с персональными данными с какими-то секретными данными вот нам стали говорить что мы вообще вот сейчас тут ни с чем ознакомливать и не будем и не собирает не собираемся и идите отсюда но в общем вот так налоговики не хотят знакомить с материалами выездной налоговой проверки возможно в будущем я расскажу какие последствия вот такой отказ в ознакомлении имел на этом у меня все с вами был адвокат павел тылик ставьте лайки пока